В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Просто уберите эти пилы старые, чтобы они не позорили. Новый облик Пионерского проспекта. В администрации Анапы прошло еженедельное планерное совещание. Прежде всего, здоровья, удачи, благополучия. Поезда, самолеты и корабли. Транспортная полиция отмечает 100-летний юбилей. Через книги воспитывать в себе чувство прекрасного. День дарения книг. В Анапе появился новый праздник. Вначале о главном. Подведем итоги работы анапской делегации на российском инвестфоруме в Сочи. А здесь есть о чем говорить. За три дня подписано пять соглашений о реализации в Анапе крупных инвестпроектов. Причем все они разноплановые и каждый может стать точкой развития своего направления. Изучал проекты и перспективы Никита Бойко. Итоги работы анапской делегации на инвестиционном форуме в Сочи впечатляют. За три дня подписаны соглашения о реализации на территории города-курорта пяти крупных проектов на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Это именно проекты, потому что очень плотно отработали со всеми инвесторами, которые будут вкладывать деньги в наше муниципальное образование. Каждый из проектов по-своему уникален. Глава Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Андрей Коробко и исполнительный директор Абрау-Дюрсо Юлия Паркоменко подписали трехстороннее соглашение по развитию виноградарства. Проект предусматривает закладку новых виноградников на площади почти 780 гектаров. В результате его реализации валовый сбор солнечной ягоды составит до 11 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций превысит 1 миллиард рублей, будет создано свыше 100 рабочих мест. Развитию строительной сферы будет способствовать еще один инвестпроект – строительство многофункционального центра по хранению и переработке плодовощной продукции. Комплекс оборудуют современными холодильными камерами, планируется создание собственной логистической компании и сервисной организации. Трехстороннее соглашение о строительстве на Пионерском проспекте отеля «Фиолета». Здесь инвестором выступит учредитель санаторного комплекса «Жемчужина» Валерий Димоев. Проект предусматривает капитальный ремонт существующего корпуса, благоустройство прилегающей территории, строительство открытого бассейна, спортплощадки, а также двух новых корпусов. Сумма инвестиций – 250 миллионов рублей. Срок реализации до 2021 года. Регион развивается, у нас очень большой туристический поток. Регион, в частности, город Анапа, сегодня один из трех наших главных, лучших флагманов, не только курортов государственного края, курортов Российской Федерации. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы улучшить качество обслуживания. То есть идем будем в прошлом году, как вы сейчас сказали, 5-4 звезд, значит, и в дальнейшем будем продвигать не менее количества звезд, которые должны присутствовать на территории Пионерского. Соглашение о строительстве на курорте супермаркета «Табрис» – это кубанская торговая сеть, сегодня присутствует в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Анапа станет четвертым городом. Проект предусматривает удобную автопарковку, внутри будет представлено более 12 тысяч товаров повседневного спроса, эксклюзивные и необычные продукты из разных стран мира. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей, срок реализации до 2021 года. Кроме того, подписано соглашение о строительстве в Анапе нового автовокзального комплекса. Его реализация предполагает три этапа. На первом будет построено здание автовокзала, на втором – гостиница для водителей, на третьем – гостиница для транзитных пассажиров. Общая стоимость проекта – 130 миллионов рублей, срок реализации до 2022 года. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Снос самостроев и строительство социальных объектов, обновление внешнего вида Пионерского проспекта и благоустройство Анапы. В администрации города прошло еженедельное планерное совещание. Подробности в нашем сюжете. Арки на проездах к морю – пилоны с названиями санаториев и здравниц. Пионерский проспект с прошлого года существенно изменился. Конструкции нового образца устойчивы к капризам погоды, сделаны из современных материалов и соответствуют бренду города. Однако заменить пилоны согласились не все здравницы. Устаревшие рекламные стеллы не украшают проспект. Там стоят старые пилоны. Просьба у меня к вам такая. Тот, кто не хочет с вами работать, просто уберите эти пилоны старые, чтобы они не позорили. Не место в Анапе и самостроем. Сейчас в селе Витязево завершается разбор четырехэтажного дома. Капитальное здание было построено на муниципальной земле. Осталось лишь освободить участок от мусора. Владельцы самостроев на улице Гребенской, Центральной и в дачном товариществе Дубрава убирают незаконные постройки сами. Однако восемь объектов будет демонтировать подрядная организация. Договоры уже заключены. Специалисты муниципального контроля ежедневно инспектируют улицы города и сельских округов. По сути полностью 100% обследование все домовладения на предмет самовольного строительства. Все же незаконно должно быть внесено. Вот как мы подготовимся к урокному сезону, так он и пройдет. Это касается сноса и вот этих зданий, и ролет, и всего того, что у нас есть, и нарушения, которые есть. Надо прямо уделить этому внимание, понимаете? Может там, где мы свисли, там в всем частном секторе или где-то там незаконно, может люди там по-другому потом как-то сделают, отодвинуться с красной линии, понимаете или нет? Одна из важнейших задач строительства социальных объектов. В здании детского сада Орленок завершили отделку стен, потолков и колонн. Проложили трубы, водоснабжение. Ведется установка фасадных панелей. На здании нового детского сада в хуторе Воскресенском выполнена кирпичная кладка стен и перегородок первого этажа. Работы продолжаются и в пристройке к шестой школе. В настоящее время продолжаются работы по армированию бетонированных стен колонн цокольного этажа, монтаж опалубки стен колонн первого этажа. Устройство, ну, делаем гидроизоляцию уже цокольного этажа, для того, чтобы засыпать всю землю. Уже сейчас она по полным ходам готовится к новому курортному сезону. Городские службы обновляют освещение, ремонтируют тротуары и дороги. На набережной заменили 20 метров секции ограждения. В новом сквере на улице Ленина специалисты ремстроя установили почти 100 метров бордюра и уложили тротуарную плитку. Подготовлена и документация на проектирование газопровода высокого давления в селе Субсех. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Вековой юбилей отмечает транспортная полиция. Сто лет назад в Советской России был утвержден декрет об организации железнодорожной милиции и охраны. Так появилось структурное подразделение, которое отвечало за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. А также организацию специальных и воинских перевозок в Советском Союзе. Сейчас оно называется «Главное управление на транспорте МВД России». В городском театре накануне честовали юбиляров. Земля, вода и воздух – все три стихии в зоне ответственности транспортной полиции. Уже сто лет сотрудники службы обеспечивают безопасность людей в поездах, на борту самолетов и кораблей. От профессионализма сотрудников зачастую зависит жизнь людей. В задачи транспортной полиции входит обеспечение безопасности граждан, прилетающих на отдых, приезжающих железнодорожным транспортом отдыхать, в город Куртанапа, в город Темрюк, потому что в нашей зоне обслуживания два района. Хотелось бы пожелать сотрудникам, ветеранам Анапского линейного отдела прежде всего здоровья, удачи, благополучия, успехов в работе и всего-всего самого наилучшего. В Анапе за безопасность туристов дороги отвечают 170 человек. Служба – дело престижное. Отдел транспортной полиции сотрудничает с университетами системы МВД России и принимают на работу квалифицированные кадры. За особые достижения сотрудники транспортной полиции были награждены нагрудными знаками за отличную службу в МВД, юбилейными медалями и благодарностями. Поздравления подготовили и анапские творческие коллективы, исполнив музыкальные номера. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Бергалиев. Анапа. Регион. Династия Антоновых. Общий стаж службы в транспортной полиции у них более 70 лет. Скоро уже третье поколение их семьи оденет форму. О традициях и ценностях династии Антоновых в нашем сюжете. Работа в транспортной полиции – профессия престижная. Доказательство тому семейной династии полицейских. Их в Анапе 15. Семья Антоновых – одна из них. Отец Николай Александрович 40 лет назад стоял у истоков создания транспортной полиции, а впоследствии и возглавил анапский отдел. Сын Роман – оперативно-дежурный транспортной полиции. Его дочь, которая учится на юриста, также в будущем планирует работать в полиции. Вследствие, наконец, младший сын Андрей с супругой и пятью детьми находится в Сербии. И хотя говорить о будущей профессии рано, бабушка с дедушкой шутят, что третье поколение уже служит, так как находится рядом с отцом в юго-восточной Европе. Антонов Николай Александрович в настоящее время является ветераном первичной ветеранской организации Анапского линейного отдела. Играет огромную роль в воспитании молодых сотрудников в наставнической работе. Его сын Антонов Роман Николаевич ранее проходил службу в РОВД города-курорта Анапы. В лихие 90-е годы он задерживал банду преступников вооруженную, за что был награжден Орденом Мужества Российской Федерации. Я в отделе потяжким работал. У меня там были в основном трупы. Случай был возле завода ЖБИ в общежитии. Жили сестра с братом. Сестра работала, по-моему, медсестрой на проспекте, на Пионерском. Ну а брат, ну тоже ему где-то лет 20, ничем не занимался. Она работала по суткам, ушла на следующие сутки. Он с друзьями распивал спиртные напитки. Она утром пришла, что-то они не поделили. И с обреза этот друг ее в голову выстрелил. Ну, соответственно, всех задержали быстро. Убежать никому не удалось. Роман Антонов – оперативный дежурный транспортной полиции в Анапском аэропорту. Если посчитать все громкие дела и раскрытие преступления, то у папы с сыновьями не хватит пальцев. Общий стаж работы у троих Антоновых 50 лет. Десять из них старший Антонов отдал работе в ОБХСС. Есть Змеиное озеро на Утрише. И прокапывали там, чтобы корабли заходили. Они там наделали мертвых душ много там было. А что я там молодой работник ОБХСС? А потом, когда уже я прокрутил, когда этих мертвых душ нашел и их допросил. Потом, когда я второй раз заходил, открыл только дверь. Он выскакивает за стола, навстречу бежит. Николай Александрович, приветствую, кофе, чай, чё? Я говорю, ничего, поехали. Так что, если работы полицейских и напоминает кино, то только документально, без намека на романтику, говорят Антоновы. И все-таки необычное для сурового полицейского мы нашли в их доме. Это коллекция медных изделий. Самовар, миска, первые утюги. Такие тяжелые, что не поднимешь. Раскочегарили самовар. Впервые специально для съемочной группы. Вот о такой спокойной жизни на пенсии. Самоваром, дачными заботами, курочками и хрустальной горкой в Серванте мечтают анапские полицейские. Только после выхода на пенсию Антонову-старшему удалось побывать с супругой Натальей Ивановной в турпоездке по святым местам в Иерусалиме. Вместе они 48 лет. Познакомились в столовой. Переживала за них, когда были разные ситуации. Особенно вот у Романа и Андрей, когда уезжал в Сербию, там была непростая ситуация. Там как раз начиналась война, а он поехал. Поэтому как бы не хотела, чтобы и плакала, и не пускала. Но тем не менее он поехал. Роман тоже работает уже много лет. Вот. Ну, просто как мать. Сначала плакала, не пускала, а потом смирилась, решила, что значит так надо. Привыкнуть к такому невозможно. И по ее словам, подвиг женщины – быть рядом в трудную минуту с мужем и сыновьями. Поддержать их. Иначе не было бы семейной династии. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапский композитор Александр Пономаренко – кавалер медали за выдающийся вклад в развитие культуры Анапы. Обладатель сертификата «Золотой фонд культуры». В этом году он отмечает две даты – 45 лет творческой деятельности и 18-летие коллектива «Гармония Орфея». Жизнь анапского певца-исполнителя насыщена и разнообразна. С ней познакомилась Анна Жукова. Анапа карнавальная, спортивная, кестивальная. В клубе «Ветеран Пол России» участницы «Гармония Орфея» прибыли в Анапу из Охотска, Астрахани, Уренгоя, Сургута. Сестры-близняшки Вера и Люба – Кубанские. Переехали из Крымска. Выступали в станице Анапской. Такой же расспрос и в профессиях. Поют медики, администраторы, работники торговли. Сердце коллектива – руководитель клуба «Ветеран» Александр Пономаренко. «Гармонию» он создал 18 лет назад, в культуре 45 лет. Песни пишет сам, создает аранжировки, делает аудиозаписи. За полвека пришлось овладеть несколькими профессиями. Одна дама из Санкт-Петербурга 20 лет приезжает и говорит, ну когда же вы мне подарите свой диск? Особенно считается шедевром 20 века его произведение «Летним вечером». Сравнивают, как бы самомучие. Эта песня «40 лет» на этом уникальном архивном видео молодой Пономаренко исполняет «Летний вечер в Анапе» 20-летней давности. Тогда еще он не знал, что станет кавалером медали за выдающийся вклад в развитие культуры Анапы, получит сертификат «Золотой фонд культуры». Александр Федорович верен кубанской земле. В репертуаре много казачьих песен. В год 80-летия со дня образования Кубани коллектив участвовал в нескольких мероприятиях. За Россией честь имею. Солдатский привал. Живей, процветай, Кубань, любовь моя. В образе казака 27 лет. Анапчанин встречает в аэропорту артистов фестиваля «Киношок». Хлеб и соль – это наша традиция. Ну и эта традиция длится уже почти 30 лет. Меня означает начальник управления культуры, как правило, и вся делегация, которая туда едет, мы с ними едем встречать. На протяжении этого промежутка времени, пока здесь существует «Киношок», звезд встречали практически всегда. Это Лановой, Зельдин, это Мережко, это Лучко, это Александр Михайлов. Пономаренко выступает и на спортивных мероприятиях. Сто дней до Олимпиады в Сочи 2014 года. В июне прошлого года Александр Пономаренко встречал в аэропорту хлебом с солью датскую сборную на чемпионате мира по футболу. У нас команда здесь, в общем-то, тренировалась. С главой администрации мы встречали там же эту команду. Но были разговоры, в начале был такой разговор о том, что они не будут хлеб, соль наш употреблять. Но я переубедил их, в общем-то, в том, что будут. Так и случилось. Весь хлеб съели. На 26-й международной выставке «Анапа. Самое яркое солнце России» казак Пономаренко вместе с Управлением культуры «Анапы» встретили делегацию из стран ближнего зарубежья и других городов Кубани. Кавалер Пономаренко сотрудничает с другими анапскими музыкантами, поэтами-песенниками, Сопрыкиным, Новиковым, Халтуриным, Райсом. Они одинаково влюблены в искусство и преданы песенному жанру. Анна Жукова, Михаил Григорьев, «Анапа. Регион». Накануне как-то незаметно для большинства прошел международный праздник – День дарения книг. Хороший праздник, который может стать доброй и нужной традицией. Большие люди, большая страна, Большие мечты здесь будут сам. День дарения книг объединяет всех, кто любит литературу. В этот день Центральная библиотека «Анапы» объявила акцию сбора произведений наших классиков и современников. «Дарите книги с любовью детям». Собранные тома были переданы друзьям библиотеки «Организация «Радость жизни». Волонтеры 6-й городской школы «Горящие сердца» под руководством Екатерины Токмаковой подготовили программу. Вручили книги и подарили праздник детям и родителям. Нам было в радость подготовить мероприятие для того, чтобы красиво организовать передачу книг, чтобы дети смогли читать, чтобы дети смогли получать новую информацию, новые знания. И через книги воспитывать в себе чувство прекрасного. Этот праздник был инициирован одним обыкновенным человеком, так сказать, из народа. Эмма Бродмура, она основательница сайта детской книги и мама троих детей. Однажды один из ее сыновей подошел и спросил у мамы, почему нет такого праздника, такого дня, когда бы люди просто так дарили бы друг другу книги. И вот этот вопрос стал поводом для создания этого праздника. Обращаясь к знакомым, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмма инициировала 7 лет назад ежегодное проведение дня дарения книг. Вопрос малыша был подхвачен миллионами людей, что и способствовало его международному статусу. В этот день принято дарить книги. И в первую очередь дарить книги детям, которые в свою очередь из книг черпают всю ту информацию, учатся добру, сопереживанию, состраданию к ближнему. В общем, всему тому, что помогает вырастить из него человека. В России к празднованию Международного дня дарения книги подключились библиотеки во всех уголках страны, торговые сети, сайты, благотворительные организации. Анна Жукова, Анапа-Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.